Брат работает в Газпромбанке, специалист по обслуживанию здания, ни с какими финансами он не связан. И он член инициативной группы. И он давний знакомый Бабарыкин. 11 числа я приехал к себе домой, открыл дверь, захожу вот в этом помещении небольшом. Находится 8 человек, все в масках, многие в черных очках. И мой брат. Я сразу подумал, что это связанное что-то с криминалом. Начал требовать у них, у этих товарищей, начал требовать документы. Они мне отказали и начали требовать у меня документы. Все это происходило на повышенных тонах. Ну, потом один из этих товарищей представился сотрудником департамента финансовых расследований. После того, как я начал записывать фамилию его и попросил остальных представиться, никто больше не показал никаких документов. Только я запомнил фамилию одного сотрудника, Кожемякина или Кожемяков. Потом у меня вырвали эту бумагу, на которой было фамилию, я записал. И начали выталкивать из квартиры. Вытолкали за дверь. Я еще раз попытался зайти. Второй раз попытался зайти, зашел. Но тут меня уже в грубой форме. Вот синяк остался тут. Скрутили и выкинули за двери. Я им объяснял, что я проживаю в этой квартире. Хочу сейчас находиться здесь, присутствовать при обыске. И, собственно говоря, видеть, что происходит. Что здесь творится, что будут описывать. Я объяснил, здесь, когда я зашел, здесь на столе лежали деньги. Я сразу же сказал, что это мои деньги. Приблизительно у меня дома было тысячи, по-моему, две с половиной евро. И, может быть, тысячи полторы долларов. Вот такая была сумма. Машина стояла на улице. Черный Volkswagen Transporter, Caravella. Без номерных знаков. Помимо того, что здесь 8 человек находилось. Я не знаю, кто из них сотрудник, кто не сотрудник. Один человек только показал документ. Все остальные отказались. И 3 человека находилось еще в Volkswagen. Получается, 11 человек приехали. Мне кажется, эти 11 человек могли бы лучше поискать Захаренко, Гончара, Красовского. Но вот у них более важные дела. Мне позвонили, человек позвонил и сказал, что брат находится в СИЗО КГБ. Ну, это все, что я знаю. Когда я поехал в это СИЗО передачу передавать, там стояла целая чарга народа. Допадем. Продолжение следует...